Меня зовут Игорь, я являюсь руководителем компании Monolith Agro Group, которая находится в городе Саврополь. И сегодня мы на дне Донского поля представляем технику завода Agro Group, производства в городе Саврополь. Значит, здесь у нас на стенде представлен универсальный культиватор. Культиватор у нас бывает от 4 метров до 16 на сегодняшний день. Все культиваторы идут с евроскладыванием и с уникальной возможностью работать как с катками, так и без катков. Также мы здесь представляем нашу ротационную борону, это Rabble. Здесь у нас 12 тысяч, также у нас есть модели от метр двадцать до двадцати четырех метров. Комплектующие мы на своем культиваторе используем стойки, это фирмы Белота. С ними на сегодняшний день проблем пока не было, но мы закупили уже пробную партию. Ребята находятся у нас в станице Кировской, это компания СКР, которой мы ставим лапки. Значит, они сейчас также делают стойки для нас, мы попробуем. Если нас удовлетворить, то мы будем только российские стойки использовать. Далее, сталь у нас идет полностью российская, это 0,9 Г2С. Со сталью проблем также нет. Резину мы поставляем индийскую, сюда тоже с ней проблем на сегодняшний день, дефицита нет. Есть у нас на складах большие запасы. Также, что касается подшипниковых узлов на катках, мы используем фирмы ФКЛ, это Сербия. С Сербии на сегодняшний день проблем нет. Поэтому со всеми комплектующими на сегодняшний день дефицита мы не наблюдаем. Меня зовут Сергей Прокопов, я директор по продажам компании ЮМЗ, Южные машиностроительные заводы, которые в себя объединяют два ростовских завода с большой историей. Это завод Миллера Сельмаш и завод Кормаш. Мы на выставке в данном случае выставляем ряд агрегатов, из них есть пару новинок. Наверное, по новинкам хотелось бы особого внимания уделить. В первую очередь, это почвенный инъектор. Машина, которая большое будущее, большие перспективы по всему рынку. Почему? Потому что внесение удобрений непосредственно в почву позволяет намного эффективнее использовать все химические элементы, которые присутствуют и нужны для растения по сравнению с сухими удобрениями. Максимальное впитывание, значит, это хороший рост растений, это прибавка к урожайности и качество вырастает. Это значит, эффективность работы наших сельхозпроизводителей становится на порядок выше. Скажем так, примерный процент прироста урожайности в 20%. Агрегат, несмотря на его стоимость, не буду озвучивать, могу откровенно сказать, что он себя окупает в течение года. Это будущее. Здесь есть ряд технических решений, которые нас включают от другого рынка. Данные экземпляры представлены другими производителями. В частности, у нас свое производство всех рабочих колес. Это иглы, это диски, это ступицы. Это самые важные элементы, которые здесь нужны в инъекторах. Во-вторых, из-за того, что мы сами это производим, значит, нет никаких вопросов по поводу их замены. Потому что, так как это агрегаты, которые сами по себе выходят, ну, рабочие органы, никаких вопросов не возникнет. Еще из новинок у нас представлены безредковая подсолнечная ожатка. Применены ряд технических решений, которые нас тоже отличают на другом рынке. Это минимизирует потери практически 2-3%. Позволяет быстрее убирать, качественнее. Поэтому данная ожатка уже нашла своих потребителей на рынке. Польз с популярностью и люди идут к ней. Из представленных еще экземпляров у нас есть пропашная сеялка. У нас они идут как анкерные. Есть новый тип выпускаемых на рынке. Они присутствуют, но для нас это новое. Это дисковая сеялка. Это будущее тоже. Там применены ряд интересных технических решений. В частности, новый высевающий аппарат, который на уровне лучших мировых производителей. Пропашные культиваторы, которые мы смогли снабдить как снесением жидких удобрений, так и сухих удобрений. Повторю, жидкие удобрения сейчас это тренд на рынке. Есть продукция, которую мы еще выпускаем. Наши заводы. Интересных. Это у нас есть предпоседной культиватор Орлан. Он можно назвать уникальным из производимых в России. Он делает идеально предпоседное ложе. Практически на 100% копирует горизонт поля, что дает всхожесть ровная, массовая. А это значит урожайность повышается на 20-30%. Это опять же мы беспокоимся о наших клиентах, которые должны быть более эффективными, больше зарабатывать, быть более богатыми. Меня зовут Бец Александр. Я являюсь коммерческим директором компании Агротехнодар. Мы работаем на юге России с 2004 года. Наша компания представляет такие бренды, как Great Plains, KUN, Monosem, Tecnoma. С прошлого года мы заключили дилерское соглашение с китайской компанией ZoomLeon, которая производит широкую линейку сельскохозяйственных тракторов, комбайнов, плугов и других машин. И уже в этом году мы провели первые коммерческие поставки этих тракторов. Наши клиенты очень довольны. За моей спиной как раз находится 130-й трактор, который, наверное, сегодня самый популярный. Почему мы выбрали компанию ZoomLeon? Потому что эта компания пришла на российский рынок всерьез и надолго. Они создали подразделение по работе с дилерами, наполнили склад запчастями и показывают профессиональную работу с дилерами. Надеемся, все у нас получится в продвижении нашего нового бренда. Здравствуйте, меня зовут Владимир Кумарев. Я представляю компанию Агротехнодар. Мы представляем технику, такую как опрыскиватели и почвенный инъектор. Новинкой является новая техника у нас. Это Гварта 8. Недавно на рынке, но очень хорошо себя зарекомендовала. Имеет захват 24-27 метра и комплектуется как компьютерами Браво 180, так и современными системами Браво 400. И Браво 400 с системой селитрон по форсуночное отключение. Представлена уже долгие годы зарекомендовавшая себя Гварта 6. Это опрыскиватель на основе Гварты 5, только с бочкой объемом 4 куба и увеличенным диаметром колес. Далее, интеграл. Совсем новая техника у нас, почвенный инъектор. Для внесения КАС-32 и ЖКУ. Захват 11,2 метра. В общем, техника вся новая. Есть и новая, и старая, и широко известная. Производство Воронеж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова